Это вопрос ветров учений. Дело в том, что ветра учений — это перевод на русский язык, и на иврите слово «ветер» и слово «дух» обозначаются одним словом — «рух». И почему я, собственно, захотел поговорить на эту тему? Потому что недавно столкнулся с одной очень неприятной ситуацией. Опять же, это мое субъективное мнение, но, вы знаете, это все как-то формирует у окружающих нас людей мнение о том, кто такие христиане, почему они такие, почему они так себя ведут. Один из епископов, я не буду называть имен, кто знает, кто знает, но не знает, просто приметь это как притчу или реальную историю без имен. Один лютеранский епископ недавно объявил о том, что он с этого момента ортодоксальный иудей, и что все, что он делал до этого, он заблуждался, и теперь он присоединился к евреям по вере. Он не по крови евреев, он по вере присоединился. Можно так делать, в Библии написано, но вопрос, зачем, после того, как уже свершилось все, что свершилось в Новом Завете. А произошло это вот почему. Потому что в свое время церковь на каком-то этапе начала очень сильно заигрывать с аудаизмом. Приглашали раввинов проповедовать в церквях, принимали участие во всяческих там саммитах с раввинами и так далее. Иисус предупреждал, берегитесь закваски фарисейской и седукейской. Он ничего не имел против фарисейства. Фарисеи – это были люди, которые хотели изучать Тору всего на все. Ну, понятно, что между тем, что мы хотели делать, и тем, что получилось, есть большая разница. Но они хотели изучать Тору, и это было классно. Но он сказал, берегитесь закваски фарисейской и седукейской. Писание также говорит, что малая закваска – все тесто квасит. Писание также говорит, что все, что Иисус сам говорит, все, что они вам говорят делать – делайте. То, что они сами делают – не делайте. Но вы знаете, что происходит? Если углубиться немножко в историю, почему сегодня есть такой конфликт между иудеями и христианами, потому что это история религии, я не буду в нее углубляться сегодня. Но дело в том, что то, что мы имеем сегодня… И я сейчас даю провокацию такую. Я знаю, что будет много сейчас комментариев, много всяких высказаний. Но я готов развить эту тему, даже подискутировать с кем-нибудь в прямом эфире. Иудаизм, сегодняшний современный равенский иудаизм, ничего не имеет общего с той верой в единого Бога, которую исповедовали Иисус Христос, пророки, ученики Иисуса Христа и даже первые христиане практически на протяжении 400 лет. 300 с лишним лет. Так вот, ничего общего в этом не имеет. Сегодняшний радикальный или, будем так говорить, ортодоксальный иудаизм – это не религия единобожия, это религия против Иисуса Христа. Почему? Потому что если все, что говорит Иисус, это правда, то у раввинов есть проблема перед Богом. Они в большом грехе перед Богом. Более того, Иисус говорит, что у нас есть только один учитель, а раб, как в переводе с еврей, это учитель. И здесь учителей, вот сколько учителей, столько и учений. Соответственно, каждый раввин считает своим долгом выпустить какое-нибудь постановление галактическое. И все, кто за этим раввином следует, они обязаны этому постановлению следовать тоже. И, в общем, короче говоря, не нравится раввинам Иисус Христос. И они даже его называют не Ешуа, то есть так, как его называет Бог, а Ешу, и такого имени не существует. Это аббревиатура, которая расшифровывается как «Ямавшим обласихаром», в переводе обозначает «проклятое имя и память его». Вот представьте себе, что вот такие люди, которые называют его… Им даже запрещено произносить имя Иисуса. Его не называют ни Иисус, ни Ешуа, они его говорят либо «Ишминацерет», то есть человек из Назарета, и либо «Аишау», то есть тот человек, либо Ешу. И вот такие люди, которые фактически противоречат Писанию, в Писании, в Послании от Иоанна написано, никто, говорящий Духом Божьим, не может произнести анафему на Иисуса Христа. То, что они называют Ешуа, Ешу или «Аишау» или «Аишминацерет», это уже анафема на Иисуса Христа. То есть они не говорят Духом Божьим. Простите, зачем людей, не говорящих Духом Божьим, ставить за кафедру, чтобы они проповедовали? И вот они проповедуют все равно, что… Опять, кидаю провокацию, сейчас будет много реакций, я знаю. Это все равно, что дать бесам проповедовать с кафедрой. Одно и то же. Так вот, зачем давать людям, которые говорят не Духом Божьим, проповедовать в вашей церкви? Я считаю, что это просто грубейшее противоречие между тем, что Бог от нас хочет, и тем, что мы делаем на самом деле. Поэтому вот когда приходят такие люди и начинают в свете своей религии, антихристианской религии, рассказывать про Ветхий Завет, как бы погружая нас в корни христианства… Простите, христианство не имеет корней в современном иудаизме. Христианство имеет корни в Торе, пророках и в Писании. А это не изучается в современном иудаизме, оно читается, конечно. На основании Торы пишутся какие-то изыскания родинов, мудрецов и так далее. Талбуд написан, Вавилонский, Вусалимский. Есть куча всяких комментариев, но там нет ничего, что изучалось бы по Торе. Потому что если бы, к примеру говорю, если бы, например, современные иудеи жили по Торе Моисея и по его законам, то национальность еврея определялась бы по отцу, а не по матери. Потому что ни у одного из наших прародителей, кроме Авраама, не было жены еврейки. У всех были жены из язычниц. Еврейство передавалось только по отцу. Так вот, это один из примеров, почему современный афтоксальный иудаизм ничего общего с Тори Моисеем не имеет. Так вот, таким людям дают проповедовать, как бы погружать нас в корни христианства. Но нет корней христианства в современном иудаизме. Потому что современный иудаизм – это не корни христианства, а антихристианства. И поэтому, когда люди не знают, на самом деле, Ветхого Завета, когда они не понимают, почему была написана первая глава, вторая глава, третья глава, и почему во второй главе очень много повторяется из того, что написано в первой, в чем заключаются слова Бога, которые он говорит в третьей главе, в пятнадцатом стихе. Если мы этого не понимаем, или с чего начинается шестая глава бытия, почему там так написано, почему там вдруг про дочерей, почему там вдруг какие-то сыны Божьи, почему там какие-то великие, славные люди, которые Богу не понравились. Если мы не понимаем этого, то мы не можем понять и Нового Завета. И тогда у человека остается только один вариант – принять Новый Завет по вере. Само по себе принятие Нового Завета по вере – это замечательно, потому что это и есть спасение. Мы принимаем веры, живем верой, но мы строим дом, и строим его каменный, и на твердом основании, на скале. Так вот, каменный дом – это наша вера, это наши камни веры. Основание есть Иисус, и то, что Он принес, Он принес то Моисею, Он принес то, что говорил Бог через пророков. Он не приносил никакого христианства, поймите. И Он никогда не противоречил ни одному слову Ветхого Завета вообще. Хотя и современные люди утверждают, что полностью Новый Завет противоречит Ветхому. Не противоречит. Там нет никаких противоречий вообще. И они не хотят вступать в эти дискуссии, потому что они не хотят быть обличаемыми. Это, кстати, еще одна проблема раввинов. Они считают, что они самые правильные, а неевреи считают, что евреи – это народ книги, и им доверено слово, и все, что они говорят – это самые мудрые. Короче говоря, мы должны понимать Ветхий Завет. Кто может вас учить Ветхому Завету? Ну, а практически евреям, например, таким, как я, их много, кстати, евреев, которые очень хорошо разбираются в Ветхом Завете, очень хорошо разбираются в теологии, в систематическом богословии, и они расскажут вам, и вы можете обратиться и ко мне, я этим занимаюсь, это один из моих любимых предметов в библейском колледже, который я преподаю. И я просто расскажу вам историю Ветхого Завета, потому что я практически носитель языка, я прекрасно знаю ифрит, очень достаточно хорошо знаю древнегреческий и прилично знаю арамейский. И это как раз те языки, исходя из которых, например, проповедовал Павел, исходя из которых проповедовал Стефан, исходя из которых проповедовали другие ученики Иисуса Христа в Европе. А совсем не на том языке, на котором сегодня и ортодоксальные евреи читают Тору, потому что оно написано на новом еврейском языке. Нет, он старый по грамматике, но он новый по написанию, и там есть 18 изменений, которые они официально внесли и зарегистрировали, что они их поменяли. Например, в книге Иова жена говорит Иову, благослови Бога и умрит, да? А что тут такого? Благословил Бога, я должен умереть? Нет. В оригинале написано проклини Бога и умрит. Смотрите, у вас в Библии написано проклини, а в иудейской традиции написано благослови. Почему? Потому что они посчитали, что, исходя из того, что синагоги были открытыми домами, и люди, которые проходили мимо, если они вдруг услышат во время чтения этой книги слово проклини Бога из Божьего дома, это будет выглядеть очень плохо, и поэтому они поменяли слово проклини на благослови. И таких изменений внесли восемь настолько официальных, я не говорю про остальные, которые были адаптированы под, так сказать, масорецкие тексты. Поэтому, когда вы приглашали, когда к вам в церковь приходят проповедовать Рамины, я не знаю, приходят ли к вам, надеюсь, что нет, потому что если человек вот такой вот дух учения принимает, как бы антихристианский, то у него и вера будет поколеблена, и тогда ему будет, ну, вообще просто очень, ему будет просто очень сбить с толку, просто наваляется, что называется, ветра, да, и духи опять же, и дом рухнет просто. И потом начнутся такие вопросы, если Иисус Бог, зачем ему нужно было принимать крещение, и так далее. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, не изучайте Ветхий Завет у ортодоксальных евреев, изучайте его у христиан, которые занимаются систематическим богословием. Это люди с высшим образованием, которые на основании многих исследований понимают, о чем идет речь в Ветхом Завете. И желательно, чтобы это были носители языка, то есть люди, говорящие на иврите, понимающие на иврите, читающие на древнегреческом, понимающие, что там написано, на арамейском и так далее. Потому что это очень важно. Там фактически важно каждое слово. Дам вам пример маленький, но такой вот очень существенный. Когда мы читаем с вами книгу «Бытия», написано, что Бог создал небо и землю, и Бог создал, написано в мужском роде, но там написано, что и Дух Божий носился над водой. Но Дух Божий в переводе с иврита на «он женского рода», и там фактически написано, и Дух Божий носилась над водой. Это очень важно. Бог имеет и мужское, и женское начало. Когда это опускается, принижается значение женщины в церкви. Когда это опускается, начинается вот почему Иисус сказал «Мария, не трогай меня», а ученикам сказал «вы вы положите в кольце в раме». То есть женщина нечистая, мужчина чистый. Это все неправда. Не зная истоков Ветхого Завета, мы не понимаем нового. Мы только его принимаем, но наше принятие можно поколебать. Вот это вот я не хочу, чтобы происходило. Поэтому обращайтесь, с удовольствием помогу вам в этом разобраться. В чем смогу, если нет, обрадимся к другим источникам. И я думаю, что на этом закончили. Так вот, по поводу того епископа. Я не знаю, есть ли это секретная у него миссия и так далее, но пока что он называет Ешуа Ешуа. Это значит анафема на Иисуса, и это значит, что он не говорит Духом Божьим. Но будем надеяться, что Господь его вернет. Знаете, многие заблуждались, уходили в Ересину, в конце концов возвращались, каялись. Если вы знаете, Петр трижды предал Иисуса, но был трижды прощен. Поэтому не надо наезжать на таких людей, которые принимают какую-то другую религию в поисках Бога. Это само по себе показывает, что люди ищут, они ищут. И единственное, что мы-то знаем, что Иисус есть путь истинной жизни. В конце концов, если Бог захочет, то он вернет его на свои пути. А может быть и нет, потому что написано, что даже нечестиво придет на день гнева. Так вот, я хочу просто вас ободрить, потому что ничего страшного. Будут всегда уходить люди в разные ветра учений, в духи учений. Не давайте просто бесам учить вас жить, не давайте бесам учить вас слово, потому что они умеют говорить, но то, что они говорят, и то, что они на самом деле, что они имеют в виду, это разные вещи. Поэтому просто будьте в еще больших отношениях с Богом. Укрепляйте, щите Бога, укрепляйте свои отношения с Ним. Изучайте Ветхий Завет для того, чтобы понимать много. И благодать Господня будет на вас, потому что Бог хочет, чтобы мы вникали в себя и в учения, и спасали себя и слушающих нас. И будьте благословенны. Во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok